Всем доброго времени суток. С вами канал Атмания. Идем мы по Ленинградке. А ты не был, Жень, тут? Часы, говорится наверху, картефель. Не было по Новый Год. Фонтаны. Все занесено. Наш трамвай поехал по другой дороге по каким-то непонятным причинам. И сейчас мы идем. Сначала на рынок пойдем. Сейчас я подскользнусь. Потом, наверное, мы пойдем в фикс прайс. Там поет кто-то. Вот тут, да, здание какое-то старое? Да. Или надпись там какая-то старая. Там про калоши надпись. Она была написана еще до революции. Мы это ее сохранили. Типа как? Помечаете ли? Ну, сейчас мы это пройдем немножко. Это у нас медицинские, как их там в университет. Да, вот этот и этот. Два, да? Там у нас врачи обучаются. Давай посмотрим. Где написано? Калоши. Где калоши? Там видно. Видно? Как видно. Можно прочесть. Калоши. Потом еще внизу. Линолеум. Линолеум. Вот я вижу. Еще что-то. Он калоши нарисован. Видишь? Не вижу. Где она там написана? Линолеум. Да. Да. А все. Вижу. Галоши. Где она там написана? Да. Да, да, да. Там герса офисской перии. Слушай, ее вообще не видно. А ведь она была видна. Была видна же совсем недавно. Пару лет назад. Ну, да. Дождь, наверное, идет у нее. Ударяется. Смотри, ледяная людьмика. Вот тот дедушка поет. По голосу знал. Помнишь? Помнишь? Да. Я сейчас только сказал, что это где-то в симонаде. Он возле фонтана пел. Он на тебя посмотрел. Да, да, да. Он туда пел, на меня смотрел. Такую, как ты. Стрейшел. Я на тебя тянул такой. У него голос красивый. Такой. Спасибо, друзья. Будьте осторожны. Сверху что-то падает. А, он почувствовал. Сзади него что-то упало. Мишка смотри какой-то. Сверху что-то падает. Что такое? Кто-то пукает. Смотри, переехал. Мишка смотри, въехал туда. А была эта какая-то. Для суткаежек какая-то. Кафе. Помнишь? Вилка-ложка уехала. А когда-то очень давно здесь на Ленинградке был просто рынок. Длиннющий большой рынок. Где куча там всякой одежды. Я помню, мне мама там в школе меня собирала. Купала в портфеле, ранцы там. Пенал, я помню, купили. Когда выросла бабуля мне. Вот я тебе подарок хочу сделать. Привела меня сюда. Давай тебе туфли куплю. А я всегда в кроссовках ходила. Вот опера, кстати. Всегда ходила в кроссовках. И говорю, ну давай. Ну пришли, она мне купила туфли, которые я захотела. Такие классные, удобные. Сейчас, правда, уже не хожу в них. Ну я редко, но ходила в них подолгу. Такие очень они удобные на платформе. Они мне до сих пор лежат, они очень нравятся. Маме, конечно, не понравились. Но что за фигню купили. Но самое главное, я была высокой у них. Это было самое главное. Вот я тут все делаю. Уже беленькое здание осталось. Чуть-чуть осталось. Хотя не чуть-чуть, конечно. Уже она закрыта-то она уже сколько? 2009 году. Да, Степа. Конфетки раньше были такие. Помнишь, где Степа? Длинные. Такие в детстве, я помню, мы их любили. Не стой ты сзади меня. Он тут ремонтирует. Да, да, я ее помню. Здесь у нас юность. Да? Там всякие детские магазины. Правда, туда никто не ходит уже особо. Все пахнет вкусно. Так, здесь блинария. В блинарии мы с тобой давно не ходили уже. Да? Да. Давно не ходили. Ну, вот такая пора. На Масленице мы дома, наверное, будем. Я, наверное, буду блины испечь. Какие-нибудь интересные блинчики такие. Не с молоком, не с кефиром, а с чем-нибудь таким. Кофе и лайм. Да, давно мы здесь не были. Летом, наверное, что ли. Да? Подожди, летом мы здесь тоже не были. Мы у себя там ходили. Здесь все гуляли. Здесь? По-моему, это был. Здесь? По-моему, это был. Да? А, ну, вот это было в начале лета, наверное. Мы, наверное, пешком сюда доходили. Автобусы навряд-то. А, хотя мы, подожди, с маленькой коляской. Точно приехали с маленькой. Нет, мы с ее. Что там разные? Что-то там разные. Тут уж как красиво. все бегут, торопятся. По-моему, Женька вдвоем, не спеша. Там все хорошо чистят. Тут, кстати, дом красивый очень. Да, этот дом мне нравится? Тут квартиры дорогие. Раз ленинградка, значит, дорогие. Мне кажется, здесь и шумно очень. При этом особенно окно откроется жарко. А здесь все время будут сидеть, на гитаре играть, пьянствовать. Да? Да. Вон там сквер Высоцкого, да? Да. Ну, поменялось. Так, когда долго не ходишь, поменяется. Раньше мы ходили частыми в Минградку до появления Димы. Минградка. Не хрюкай. Не кашляй. Вот пекарня. Здесь Олега кушает. Тыквы лежат. Тыквы хочешь? Он на пекарне лежал. Ты хочешь тыквы на пекарне? А это такое чуть красное здание стало, Женька. Оно было таким? Кроме трава не пути свободно. Я думала, буду ремонтировать. Вот. И мы сейчас пойдем туда. Там у нас Троицкий рынок. Считается рынок самый дешевый, который есть в Самаре. Ну, не самый, может быть, но дешевле губернского. Губернского вообще там кусочек рыбки может стоить за 500-700 рублей. Я хотела, помню, сом. Сомика купить там за килограмм. Сомика 500 рублей было. А на рынке обыкновенном – 126. Тот же самый сомик. Килограмм. Поэтому я после этого, конечно, перестала ходить на губернский. Потому что зачем, в смысле? Зачем переплачивать? А есть Троицкий. На Троицкий я еду, по-моему, второй или третий раз. Потому что он немножко далековато находится. И сейчас мы что-нибудь будем. Написала я уже в списке. О, а тут пекарня. Тут было два рынка. По-моему, остался один. По-моему, как раз вот пекарня или пятерочка, они их заняли. Не помню точно. Пекарня. Или вот тут она. Петерочка я заняла. Если я помню, как это было тут. Краю. Или нет. А, нет, наверное. А, вот она. Сейчас я сюда ходу. Пошли. А, бегом. Там нельзя ходить. Ага. Там перекрыто… Ну, тоже перекрыто. А как люди не ходили? Ничего не было ни ходить. Ничего не было ни ходить. Хорошо, идём мы в Вавилон. Ходили мы в кафе. А теперь прямо. Классно. Какой дом, как красивая. А это гостиница. А, гостиница. Что-то мне... Про историю дома ничего не написано. Помнишь он? Хорошо. Там где-то рядом с ней блинарий тоже. А, ну я тебе говорила, мы там были, да. Вот Женька идет, несет две сумки. Мы сходили на рынок. Купили... Не сказать что мясо. Ну, не такие кусочки. Полумясные. Поскольку мне мясо очень тяжело жевать, я покупаю себе жилки. Мне очень они нравятся. Вот они недорого и вкусно. Там всякие обрезки такие. Ну, Женька. Ну, я первая должна идти. Купила я себе Ментус еще добавал. Ну, его вообще прям обожаю. Не удержалась. Ну, короче, мы сходили в кафе. Поели там шашлык, картошку фри, пиццу на двоих. Одну взяли маленькую. Кебаб я не доела. Доелась. Ну, не так сказать, что прям наелась. Ну, как бы уже идти было пора. Короче, с собой забрала. Дом покажу. Покушав после голодания, я себя великолепно чувствую. На самом деле. У меня нет какой-то там тяжести. Не упади, смотри. Здесь тоже нельзя ходить. Нет какой-то там тяжести в желудке, например. Мне довольно, кстати, легко. И к чему я удивилась. У меня в желудок сразу поместилась вся картошка фри. Ну, ее не так много там было. Там сто с чем-то грамм, по-моему. Потом принесли пиццу. У меня пицца поместилась. То есть я не чувствую чувства сытости. Нету его. То есть я ем, ем, ем. А его все нет. Ой, чем-то пахнет. По-моему, шашлыком. Или коптят что-нибудь. Сейчас будет, по-моему, филармония. Да, Жень? Ну, есть мы там идем. Да, действительно филармония. Когда-то я здесь очень часто ходила. После колледжа я пыталась устроиться на работу. Я ее называю биржей труда. На самом деле она как-то как угловником она называется. Я здесь постоянно проходила. Почти каждый месяц. Раз, два, три что ли ходила. Сначала редко, потом чаще. Какая она красивая. А через камеру еще красивее, кажется. Когда-то в детстве меня родители сюда водили. Водили меня, я помню, на щелкунчика. Там на балет какой-то водили. Может, щелкунчик это и есть балет. Я сейчас уже не помню, честно говоря. И потом меня дома спрашивали, что было на щелкунчике. А я не могла ответить. Говорила, что балет вроде бы был. Я сейчас уже смутно помню. Игра, танцевали люди. А меня все равно спрашивали. Нет, говори нормальным языком. И после вот этих долгих мучений. Я терпеть не могу театр. Потому что постоянно меня пытались. Спрашивали. Здесь люди все. Ой, большие деньги отдают. Ну нет, я не люблю ни балет, если честно. Ни театр особо. А, пойдем, Жень, успеем. 14 секунд. Еще у меня, кстати, сводит ноги. Судорогой. Третья пальца. Очень приятно. В другом кафешке. Кафешке. Выходила в такой сейчас мини-маркет. Иностранных продуктов. В частности, шоколада. Довольно интересно посмотреть на иностранные продукты. Они такие необыкновенные. И самое интересное, довольно дешево стоят они у нас. В принципе, они могли за границей. Везешь их. Там покупаешь за определенную сумму. В долларах, там евро. Везешь к нам. Вот, на трешке. Везешь к нам. Везешь к нам. И, то есть, тратить много денег. И при этом, они там сто сорок, пятьдесят. Там стоят семь. Конечно, есть там и за две тысячи. Ну, тут у нас костел. И цех. Маленькая цех кошечка. Там у нас костел. Возле костела, кстати, стояла детская стоматология. Мы часто раньше с мамой туда ездили. Ну, не часто, нет. Редко. Часто я начала уже после восемнадцати. Когда у меня совсем стали плохие зубы. Я уже ходила в взрослую поликлинику. Я уже ходила часто. Здесь вот есть у нас дом красивый. Музей этого Фильдара Рязанова. А, может, вот он и есть, нет? По-моему, он и есть, да. Он уже давно разрисован. Хотя, мне кажется, он что-то по-другому стал. Там была какая-то другая картина. Я, кстати, очень боюсь, что макросберг, но боялась дежды. Не помню, как меня пытались затащить к стоматологу. Руки, за ноги там затаскивали. А я рот не открывала. Упиралась во все двери там. Ой, не знаю, было нечто просто. Очень страшно было. И для родителей, конечно, это было ужасно. Потому что у ребенка там кариес. Но при этом они не могут затащить ребенка к стоматологу. И всякими меня уговорами там. Уговаривали, что надо, надо. А я-то знаю, что там стоматолог злой. Что он сейчас мне больно сделает. И, конечно, хотелось идти. Один раз только была хорошая. Один или два. Ух. В наступки дороги, в наступки. Помню, как в детстве стояли на остановке. вот здесь вот и мама злая была то что я не далась стоматологу и каждый раз мы как ездили мама была злая я помню эту дорогу трамвайную переходили и мама говорит отстань от меня уходи а я не знал куда идти уже темно было мне было страшно мне стоматолог хочет помучить и мама еще злая вдобавок мне было непонятно в чем же дело почему так а вон написано что-то католический даже на английском как-то заходили туда помнишь да значит смутно смутно что-то помните какие-то много лавочек и все а ну вот он да и там лавочки вот что-то лавочки какие-то я помню но правда не такие как будто как перед сценой какой-то тут было вот это здание стоматология детская его отреставрировали в прошлом году как тихо хорошо сейчас наверное скользко будет а здесь что же они у нас это музей модерна да смотрите какие двери а это мы ходили в них это не там нам не надевали не бахилы а тапочки какие-то по типу бахил да он с той стороны нам где-то нам надо будет свернуть сейчас у нас будет по-моему площадь Хуйбышева да или иная площадь ну а что мы пройдем куда мы сейчас выйдем где-то свернуть должны здесь давай сейчас я тебя выведу здесь у них очень большие такие просторные светлые комнаты очень нам понравился этот музей конкретно мне понравилось то что комнаты очень светлые я в принципе люблю когда много светло когда светло слушай а это не здесь был подвал где расстрел какой-то проходил да 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 две комнаты по-моему да в подвале да точно смотри снег падает нифига я не успела я не успела заснять там как раз так красиво я видела да покурить покурец на этом маечки сейчас я бы сиренavior ты не тебя это хорошо если кто-то увидел в этом окошко а там же блин там сейчас игру сугроб какой смотрите вот он сейчас только букнулся елочка вот костел с этой стороны красивый довольно я все время помню маму в детстве спрашивала что это такое я не помню даже что она мне отвечала муж костел она говорила мне было слово непонятно была ребенком не понимала что за только стел то и костер чего-то там непонятно я ребенка была я не знала это сейчас в интернет можно залезть написать и все а тогда этого не было я помню даже в колледже меня заставили реперат писать на тему нашу самарского самарского от альятинского завода латовского и эту информацию даже было взять не откуда и мне пришлось найти много-много необходимых для тех чтобы найти хоть какую-то книжку с информацией там с огромнейшим трудом нашла очень малюсенькую книжечку и оттуда сначала списывала потом уже своими словами но было очень сложно найти тут тоже попадал уже по-моему и ездить и ездить ну просто или комплекс а там он как фонтан плошади клыбышева выходим да ну вот сейчас нам надо будет вот так свернуть и пройти это у меня во рту блестит блестит смотри блестит как будто блестками намазано как фонтан даже особенно издалека она была старенькая помнишь как зеленая да такие трещины на нем были да особенно под крыши так подходим и площадь и куйку слушая подумала о чем пойдем вот так крюк делать давай наискось ну нам еще немножко надо пройти ну еще там где-то от площади Куйкушева по-моему квартала 3-4 пройти что ли а ты устал? нет у тебя же сумки легкие у тебя же сумки легкие всего там каждая по 5 килограмм там каждая по 5 килограмм всего там каждая по 5 килограмм всего женька старается чтоб Натушка нагулялась да? еще завтра еще завтра мы тоже завтра будем гулять мы тоже завтра будем гулять что-то есть что-то есть там поезд ну да ну если что с телефоном мне поезд нет, по-разному да ну он выдержит он морозы выдержит да, да, должно быть тем более я его сегодня разряжу за ночь заряжу там вот площадь Куйкушева мы недавно с вами тоже там были на какой праздник мы ходили-то жить? в Новый год а, ну да мы ходили по-моему в 2-3 января и 3-й а, а на Санкт-то мы катались нет, 1 января мы ходили на Санкт-то мы катались ну вот 1 января был а на лошади, помнишь, я тут на лошади каталась? я помню, я после еле залезла мне поинтересовало, что на лошади каталась на пол не хотела а на пол не хотела а на пол не хотела да, она тут для детей только для деток ну правильно взрослый человек неизвестно сколько весит Еще вдобавок штаны, кофта, куртка. Мы с тобой так на Сискс, по-моему, идем, кстати, первый раз. Обычно мы с той стороны здания заходим. Я надеюсь, там выход будет. Не придется нам плавать. Да, у нас сегодня тепло. Ноль, ты говоришь? Или завтра ноль? Сегодня тоже тепло. Все текет у нас там, все асфальты. Дима у бабушек. Горы. А мы отдыхаем, гуляем, ходим. Фид прайсы были всякие там. Ну, потом это отдельный обзор сделаю. Что я там купила. Сейчас была в фид прайсе, он большой довольно. Но ничего толком нету. Ну, такой все старенький. То, что было там в прошлом году летом, наверное. Поэтому я только взяла, по-моему, земную пасху. Туда, наверное, что ли? Давай туда. Туалет. Ну, здесь есть туалет. Слушай, не так красиво. Знаешь, вспоминает этот желтый цвет. Как в детстве, я помню, к бабу Лиде когда приезжала. Мы с ней ходили гулять. И тоже такие желтые был. Свет, зима, елочки. Я помню, так классно было. У них, кстати, туалет подземельный. Наверное, его закрыли. Хотя нет вроде. Но ты с детства вспоминаешь и думаешь. Жалко, что тогда в детстве не было камеры. И записывать, как ты со своими родственниками, любимыми родственниками. Пока ты маленький, они молодые, ну, не такие старые. Гуляешь, общаешься. Поэтому я стараюсь записать все для Димы. Чтобы Дима потом смотрел. Да, Диме потом будет, когда мы с тобой состаримся, Жень, да? Да. Надеюсь, ютуб-канал будет существовать. Вот так же посмотрите, где его родители гуляли. Где были, какие они были молодые. Фотография-то одна. Фотография там эта маленькая. По размерам там всего лишь 10 на 15. А вон большая елочка, как стоит. Елку убрали. Вот эта, что ли? Ну да. А, я думала, там снеговик какой-нибудь. Когда мороз был, тогда там. Слушай, смотри, как она через камеру смотрится. Классно. Красиво, да. Видите, кругляшка. Нафоткаю. А там другой будет потом. Скоро Масленица. Скоро Масленица, да. Фотография совсем другой. Фотография, знаете, вот я смотрю дедулю. Его уже давно нету. Он там лицо маленькое. И уже не разглядишь, что там. А вот видеоролики это другое. Можно сновить, посмотреть на своего родителя. Родителя на видео живого. У нас была. В прошлый раз. Горки там. Слушай, асфальт, смотри. Здесь. Здесь у нас. А что у нас тут вообще в этом здании-то? Театр оперы и балетов. А то вообще люди-то хоть сяды и есть. Я в помню этот балет приезжал. Приезжал? Да, ну я еще. Я читала проще по мне разу там не была. В этом здании. Дали там билеты на балет. Ну всем сотрудникам. И членом семьи сотрудников. И она меня повела, повезла на балет. А я в школе учился ему плачь. Что ты там сидел, скучал, скучал. А, на балете, конечно. Лебединое озеро. Ну конечно. И вот они там эти, балерины там прыгали, прыгали. Вот я на них, знаешь, скучно. Вот, вот. А потом еще родители дома спрашивают. Ну что, рассказывай, что было на балете? Да не знаю. Балерины прыгали. Танцевали. Туда и сюда. Я больше ничего не могу сказать. Нет, говори. Ты должна учиться говорить. Я не знаю даже что сказать. Ну прыгали они. Испанию стихи читали. Да да. Сказки рассказывали. Так сложно как-то все это. А это не там. Я помню на елку куда-то приглашали в детстве. То ли филармония, наверное, скорее всего была. Потому что такие перилы были большие и толстые. Нет, не здесь. Наверное, филармония это была. Да? Филармония? Да. Здесь раньше музей был. Музей? Да, студент. В музей мы часто ходили. У нас дедуля водил все время. Ну какие водили? В основном картина. Я же художник. Ну да, наверное, он любил. В основном посещали такие. Ну я помню в основном. По-моему, как раз была последняя выставка. Это где вот радуга. Мы с тобой ходили. Ну и там как раз картина понравилась. У меня дедушка, по-моему, сказала, вырастешь, нарисуешь сама себе такую. И все. Я говорю, ну как же я нарисую? Я же не умею. Вроде научишься. Ну что, со мной карты нравятся такие? А какие-то портреты мне не нравятся. Ну вот, мы уже середину прошли. А, тут отключу. Подходим мы к Вавилону. Ой, какой господи. Вавилону. А вот здесь раньше был рок-магазин. У тебя что-то покупала, я помню. Съела я целый ментов. У меня сразу за раз съедая весь. И сейчас я думаю, надо было побольше уйти. Вдруг он там по 25. И где по 40, по-моему. Ой. Так, а здесь вот такой. Либо вон. А, Вавилон. А, Вавилон, господи. Останок идет подальше. Останок идет подальше, по-моему. Несется так. Страшно становится. Здесь в Вавилоне у нас главпродукт. Я хочу попасть сюда. Там должна продаваться моя любимая коробка конфет. Которая в Самаре у нас нигде нет. Я надеюсь, что он еще открытый. Посмотрим. Туда пойдет. Туда, да. А ты точно помнишь, что она там есть? Давай на лифте хотя бы. Я с тобой пойду. Пушком, я не пойду. А лифт работает? Поедем. Пятый, наверное. Здесь есть аптека. До этого, я помню, два раза мы с тобой туда ходили. Он пешком поднимается. Главпродукт. Малевой этаж. Потом все просто. А, тут малевого нет. Первый есть. Давай. Та петли. О-о-о. Давай. Давай. Ну все. Давай-давай, так же идешь. Да? Мы сейчас встречали. Да-да-да. Что-то еще фотография такая странная. Включалась. Есть? Мультиков. Мутная. А, мутная. А, когда фотографировались, да, мутная была. Тот или иных? Тот или такy, наверное, у нас электрично вновь не.. Тот или! Видео, да смfuro у нас. Ну и мы。 Здесь 18. Странный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...